Добрый день, вы смотрите Голос Америки, это прямая трансляция на нашей странице в фейсбуке. Я Ксения Туркова, как всегда по пятницам, мы обсуждаем публикации медиаресурса проекта. Как всегда, вы, конечно, можете оставлять комментарии, а потом и задавать вопросы, когда мы будем говорить в прямом эфире с автором статьи. Журналисты проекта, как вы знаете, пишут много об образовании. Мы уже рассказывали о том, как устроен рынок частного образования в России, что происходит с государственными вузами сейчас и так далее. Но вот сегодняшняя публикация, она тоже на образовательную тему, но это уже не обзор ситуации, а портрет. Портрет человека, который много лет возглавляет Московский университет Виктора Садовничева. Давайте мы вспомним коротко его биографию, а потом поговорим с автором этой публикации. Виктор Садовничий уроженец Харьковской области. После школы, чтобы получить паспорт, несколько лет проработал забойщиком в шахте. Будущий ректор собирался учиться на механизатора, но поступил на мехмат МГУ, после чего стал быстро двигаться по партийной административной лестнице. Был старостой курса, председателем студкома, секретарем комсомольской организации курса, а позже и факультета. Защитив диплом, Садовничий остался в аспирантуре, дослужился до заместителя декана механико-математического факультета, потом до первого проректора МГУ. В 1992 году Садовничий победил на выборах ректора МГУ. Университет он возглавляет уже 27 лет. Для того, чтобы Садовничий остался на последние два срока по пять лет, потребовалось написать президентский указ и изменить устав МГУ. Нынешний срок полномочий Садовничего заканчивается в декабре этого года. Все законные основания для продления его полномочий уже исчерпаны. Ну вот вы знаете, что в России много вечного, и Виктор Садовничий — это такой вечный ректор, который очень много лет возглавляет один вуз, и, как вы только что слышали, истекают его полномочия. До этого были использованы возможности, чтобы их продлевать, но вот сейчас уже возможностей не осталось. Но это такой вечный ректор, имя которого прочно ассоциируется с Московским государственным университетом. И в публикации, которая называется «Возведенная в степень», вы видите сейчас ее на экране, и сможете потом прочитать подробно, потому что мы опубликуем, конечно, как всегда, в комментариях ссылку на статью. Так вот там вы сможете прочитать о разных аспектах его жизни и работы. И мы об этом сейчас поговорим с Юлией Лукьяновой, автором этого материала. Она с нами на прямой связи. Юля, добрый день. Здравствуйте. Почему вы решили рассказать именно о Садовничем? Ну, тут есть два фактора. Во-первых, это действительно заслуженный ректор России. Он возглавляет МГУ почти 30 лет, с 92-го года, когда он был выбран. Но никогда мы не видели, кроме каких-то интервью, никаких текстов о нем. То есть мы не знаем, чем он живет, что происходит в его жизни, кроме того, что он сам о себе рассказывает. И в основном, как мы пришли к этой теме, в мае защищалась дочь Владимира Путина, Катерина Тихонова, под его руководством. Предполагаемая дочь, как говорят. Но, по-моему, уже перестали так писать, предполагаемая дочь. Мы уже перестали так писать, да, потому что, ну, сколько лет мы предполагаем, отрицание не последовало. Алло. Да-да-да, немножко прерываясь. Да, в мае она защитила кандидатскую диссертацию. Простите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Стала кандидатом в физико-математических наук. И мы решили обратить внимание на, собственно, ее научного руководителя, одного из. Им как раз был Виктор Садовничий. Но это одна из частей портрета, я назову его так, портрета расследования. То есть первая часть — это еврейский вопрос. Вы рассказываете о том, как в советское время на Мехматовом ГУ не брали евреев. Вторая часть — это связь Садовничева с политиками, так скажем, с правильными политиками и политикой. Ну и в конце личная информация о том, какой недвижимостью он владеет. Какая из частей вам кажется наиболее общественно значимой именно сейчас? Мне кажется, все они в равной степени значимы. Ну, первая часть — еврейский вопрос, на самом деле. Часть среди математиков очень известная. То есть когда я разговаривала со своими собеседниками из мира математики, они говорили, что первое, с чем ассоциируется ректор Садовничий, это как раз антисемитский вопрос на Мехмате, который был в Советском Союзе с начала 70-х годов. Ну и сам Садовничий, при этом единственное интервью, которое у него было, в нем он отрицал какие-либо проблемы, связанные с этим на Мехмате. Мне кажется, важно рассказать о том, что ректор с такой репутацией до сих пор у нас возглавляет университет. Ну и кроме того, конечно, интересно, что он связан с властью, интересно, какие привилегии он за это получает. А как он? Вот можете вторую тему немножко раскрыть? Ну, конечно, не все рассказывать, чтобы нашим зрителям было что почитать. В чем заключаются сейчас его связи с политикой? Ну, помимо того, что, как вы уже сказали, дочь Путина защищалась там. Да, с 2002 года были высокие посты. Даже однажды выдвигался в Государственную Думу, но в итоге своей полномочия, ну, в общем, депутатом в итоге он так и не стал, он отказался от мандата. И дважды он был доверенным лицом кандидата к президенту Владимиру Путина. Как мы все видим, ему это помогло. И еще, конечно, вы еще говорите о том, что факультеты новые открываются, которые возглавляют люди, ну, так скажем, патриотическими взглядами, близкие к президенту, прогосударственные. Да, есть деканы некоторых факультетов. Это в основном факультеты, связанные с политикой или с государственным управлением, на которых ректорами становятся там политики, бывшие политики. Вот. Есть, кроме того, вот мы знаем одиозного депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого вы обвиняли в харассменте, он до сих пор работает на одной из кафедр, он возглавляет одной из кафедр в факультете, сейчас боюсь ошибиться, он тоже связан с политикой. То есть вам был интересен, ну, наверное, в первую очередь такой этический вопрос? Да, там как раз, ну, скажем, мы задаем несколько этических вопросов. Этический вопрос, связанный с антисемитизмом и связанный, ну, вот, с контактами с такими фигурами, как Слуцкий, например? Ну, да, например. Кроме того, вот мне, например, стало любопытно, когда я залезла в декларацию ректора, там, особым пунктом, мне кажется, никто так не делает, но вот Садовничий, что нам помогло, он так делал, он разделил свои доходы, и там он прописал, какую часть он получает от зарплаты, какая часть зарплата ректором, и какая часть зарплата заведующим кафедрой. И вот мы, в общем, выяснили, что примерно в шесть раз увеличилась зарплата ректором, кроме того, там, дважды он указывал, что у него были премии в размере трех миллионов рублей, тогда это было даже больше, чем его ректорская зарплата в 2013-2012 годах. Вот, и при этом он еще указывал зарплату завкафедры, он там работает на полставке на Мехмате, вот она совсем не росла, она увеличилась на 4%, это абсолютно смешные деньги с 2014 года. А какие сейчас деньги получает завкафедра? Ну, смотрите, он работает на полставке, у него сейчас 250 с чем-то тысяч рублей в год, соответственно, это 500 тысяч рублей в год у завкафедры, и, ну, это базовая зарплата, там нет надбавок. То есть в МГУ, когда я разговаривала с сотрудником МГУ, он мне рассказал, что невозможно рассчитать свою зарплату, которая в итоге тебе упадет на карточку, потому что очень сложная система надбавок, очень сложная система бонусов, и в итоге, ну, то есть их могут и лишить, а могут и не лишать, и это вот чисто именно официальная зарплата. Ну, а в среднем, так можно сказать, какую-то сумму назвать? Знаете, я, честно, боюсь ошибиться, не стала бы сейчас этого делать, но мне кажется, что вот на примере этой зарплаты официальной можно сказать о том, что это далеко не миллионы рублей. Как вы думаете, в чем секрет долголетия садовничества? Хороший термин вы придумали. Мне кажется, что это умение подстроиться под властью, умение быть лояльным. Это, в общем, отмечают многие мои собеседники, вот эта вот лояльность, которую мы увидели, когда он всегда шел по административной лестнице, как зрители уже увидели из процитированного кусочка. Он всегда занимал хорошие посты на партийных должностях в университете. И вот так он рос, рос и дорос до ректора. Вот это вот умение идти, знать, занимать правильные места и после этого правильно дружить с властью, например, брать такого замечательного будущего кандидата наук, умение стать, опять же, доверенным лицом и так далее. Оно, видимо, хорошо помогает. А кто может его место занять, когда он уйдет в отставку? Вы об этом как-то затрагиваете, этот вопрос? Ну, вы же понимаете, что мы не можем там точно сказать. И слухи о том, кто заступит на место садовничества, они, в общем, идут еще в 2009 году. Тогда это предполагалось, что это были там Шувалов или Фурсенко или проректор Хохлов, он сейчас уже не проректор. Есть также какое-то понимание, что, возможно, один из высоких постов займет и сама Катерина Тихонова. По крайней мере, так наши два высокопоставленных собеседника предполагают. Но как будет дальше, вот в конце 2019 года мы увидим. То есть в любом случае все предположения сводятся к тому, что место займет правильный человек? Ну, это первый вуз страны. Ну, мы предполагаем, что да, из разговора с другим ректором, в общем, есть такое понимание, что да, это не такой вуз, где ректором становится простой человек, который просто хочет заниматься наукой. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Юлия Лукьянова, журналист издания «Проект». Мы говорили о публикации, которая посвящена Виктору Садовничему, ректору Московского государственного университета. Публикация называется «Возведенная в степень». Вы можете прочитать очень много любопытных подробностей жизни и работы садовничего. Да что ж такое сегодня? Видите, термин придумала. Садовничество, наверное, это те, кто какие-то его последователи, может быть, потом приживется. Последняя часть статьи посвящена недвижимости. Мы об этом подробно не говорили, но вы там можете все прочитать, чем он владеет и где именно. Я напомню, что мы обсуждаем по пятницам публикации «Медиаресурсопроект». Я, Ксения Туркова, с вами прощаюсь до следующей пятницы. До встречи.